Турция является наиболее доступным и популярным курортом для туристов со всего мира. Россияне еще только осваивают Турцию зимой, в то время как для жителей Европы зимний отдых там стал неотъемлемой частью жизни. Стоит ли ехать в Турцию в декабре? Какие погодные условия ожидают туристов зимой? Каковы цены на жилье зимой? На эти и множество других вопросов можно будет найти ответ в данной статье. Для Турции характерен субтропический климат, поэтому погода в стране, как правило, весьма умеренная. Особенность турецкого климата заключается в том, что каждому городу свойственна абсолютно разная погода. К примеру, такие города как Сид, Анталия, Киммер позволяют туристам загорать даже зимой, а вот в центральных регионах, в частности, в Анкаре и Истамбуле выйти без верхней одежды просто невозможно. Это обусловлено тем, что природные ландшафты Турции очень разнообразны, а горы, тянущиеся вдоль берега, защищают от ветров не все регионы страны. Турция, температура в декабре становится значительно более низкая, соответственно, опускается и температура воды. Купаться в этом месяце уже не очень комфортно, но некоторые все же умудряются испытать на себе Декабрьское море. Примечательно то, что в декабре море еще не успевает остыть, и его температура выше температуры воздуха. В таких городах, как Сид, Манавгат, Белик, Киммер и Анталия температура воды в декабре редко опускается ниже 20 градусов, а в Измире и Бодруме – ниже плюс 17. В целом зимой в Турции намного увеличивается количество осадков. Чаще всего это дожди, реже – снегопады. Если брать все зимние месяцы, то в декабре обычно выпадает наименьшее количество осадков, а в феврале – наибольшее. Если говорить более конкретно, то южное побережье Турции более всего подойдет для тех, кто еще рассчитывает на хоть какой-то пляжный отдых. Днем температура там колеблется в пределах 1323 градусов, а ночью падает до плюс 57. Тем, кто не планирует лежать на пляже и купаться в море, можно поехать на северное побережье, где температура воздуха составит 37 градусов Цельсия. По-настоящему холодная зима бывает в горных районах Турции, где ночная температура опускается до минус 1520 градусов. Погода в Доминикане в декабре тем, кто не любит прохладное море, не стоит слишком рассчитывать на пляжный отдых. Любителям горнолыжных курортов для отдыха идеально подойдет Турция в декабре. Погода в горах весьма холодная, но, хорошо одевшись, без проблем можно насладиться всеми прелестями этого активного отдыха. Из горнолыжных курортов стоит отметить Карталкою, Улудак, Саракамыш, а также Паландокен, которые славятся отлично накатанными трассами и хорошими гостиницами. Важно, в зимнее время очень популярны пятизвездочные отели, которые предоставляют СПИ процедуры, хамам, теплые бассейны, а также множество других видов отдыха, после которых отдыхающие будут чувствовать себя предельно хорошо. Все эти услуги работают и летом, однако зимой цены на них значительно снижаются, завлекая экономных европейцев отдохнуть подобным образом. Это и вправду неплохая возможность отдохнуть недорого, но при этом очень качественно. Новогодние праздники в Турции просто незабываемы. Улицы сияют новогодней иллюминацией, все отели украшены гирляндами и прочими реквизитами, создающими новогодние настроения. Погода в Турции на Новый год обычно теплая, температура воздуха колеблется в районе плюс 1517 градусов, но в это время часто наблюдаются дожди. Новый год лучше всего встретить в больших городах, таких как Анкара или Стамбул. Празднования там всегда яркие и масштабные, запоминающиеся надолго. Основные гуляния проходят на площадях Султан-Ахмед и Таксим, после чего в полночь Босфор мерцает яркими огнями новогодних фейерверков. Зимой в Турции также проходит ряд интересных фестивалей и праздников, которые непременно стоит посетить туристам. Одним из таких фестивалей является религиозный танец дервишей, на который ежегодно съезжаются сотни, а то и тысячи туристов со всего мира. По легенде, во время танца монах имеет возможность пообщаться с самим Аллахом. Это зрелище выглядит настолько эффектно, что у некоторых туристов начинается головокружение. Вскоре после Нового года в турецком городе Сельчук проводится бои верблюдов. Данное мероприятие проводят еще со времен существования тюркских племен, которые положили начало этой традиции. К боям допускаются верблюды не моложе семи лет. Кто-то может подумать, неужели такое флегматичное животное, как верблюд, способно драться. Однако с января по марту верблюдов происходит брачный период, во время которого они особенно агрессивны. Все вырученные деньги на этом мероприятии идут на цели благотворительности. В 2018 году прошел 36-й по счету фестиваль верблюжьих боев. Погода в декабре в Стамбул и проживание в отелях Турции зимой стоит значительно дешевле, чем в летний сезон. Аренда номера в пятизвездочном отеле зимой обычно в два раза дешевле, чем летом. Дополнительная информация. Несмотря на падение цен на жилье в зимний период, во время праздников стоимость резко подскакивает. Ввиду этого, запланировав провести новогодние праздники в Турции, стоит забронировать номер в гостинице заранее, что поможет существенно сэкономить средства. Найти номер в турецком отеле быстро и недорого можно благодаря онлайн-сервису Skyscanner Hoteles, поисковая система которого покажет самые выгодные предложения и возможные скидки. Чтобы иметь более четкое представление о ценах на проживание в отелях Турции в декабре, можно рассмотреть стоимость номеров в некоторых отелях. Двухместный номер в трехзвездочном отеле Стамбула в декабре обойдется отдыхающим в $19 США, а в четырехзвездочном – не менее $30 США. Примерные цены на проживание в отелях Анталии следующие – двухместный номер в центре города $14 США, в трехзвездочном отеле – от $22 США, в четырехзвездочном – от $28 и не менее $33 США за номер в пятизвездочной гостинице. Погода в Греции в декабре не секрет, что Турция является очень серьезным производителем и экспортером одежды в страны Европы. Многие люди едут туда специально, дабы купить вещи для торговли либо для собственного пользования. Любителям шоппинга в этом плане очень повезло, так как совмещение отдыха с покупкой новой одежды доставляет многим людям большое удовольствие, особенно женщинам. Кроме одежды, здесь также можно приобрести весьма качественную обувь и ювелирные изделия по относительно низкой цене. Любители шоппинга могут с удовольствием посетить большие турецкие базары и распродажи в декабре, а также известные торговые центры, такие как Storkas, Migros, Dipo и многие другие. Ввиду того, что в зимнее время наплыв туристов значительно меньше, чем летом, продавцы пытаются не упускать клиентов, уступая им весьма приличные суммы. В преддверии новогодних праздников скидки на некоторые товары достигают 50%, а в феврале, когда туристов вовсе мало, до 80% от начальной цены. Исходя из всего этого, отдых в Турции в декабре может оказаться ничем не хуже летнего, подарив туристам незабываемые впечатления от горнолыжных развлечений, SPA процедур, шоппинга и многих других занятий. Но не стоит забывать, что турецкая зима весьма дождлива, поэтому перед поездкой рекомендуется заранее посмотреть прогноз погоды. Звездочка цены в статье актуальны на сентябрь 2018 года.